Кто не хотел почувствовать себя в детстве супергероем? Битвы с монстрами, инопланетянами и дикими животными. И всё для того, чтобы защитить родную планету. Вот и в новой книге Олега Шелепова «Сказки о великом охотнике» речь идёт как раз об обычном зауральском мальчике, который волей случая окунулся в водоворот приключений. Как рассказал сам автор, поначалу он придумывал истории для своего младшего сына Семёна, и именно его делал главным героем повествований. А потом уже родилась идея написать книгу сказок. Семён тоже поучаствовал в создании некоторых сюжетных линий. Он именно участвовал. И отрадно отметить, что некоторые моменты, которые я в данный момент выслушиваю как позитивные и которые считают читатели интересными, несколько моментов он придумал. Да, он участвовал. В частности, он придумал момент, когда в Африке кот с криком «Возьму этого коротенького» бросается на жирафа. Зауральский автор издал книгу в курганской типографии и привлёк к созданию иллюстрации начинающую художницу из областного центра. Рисовать картинки к детской сказке для Людмилы Гасановой ещё ни разу не приходилось, но за работу взялась с удовольствием. С фантазией затруднений никогда не бывает. Просто наоборот, здесь Олег Геннадьевич очень жёстко диктовал, потому что эта же иллюстрация должна соответствовать тексту. Ну, жёсткие рамки поставил, но в них дал свободу. Вот, допустим, в технике. То, что я выбрала смешанная техника, гуашь-пастель, то чисто рисованные такие, чтобы они не похожи были на компьютерные. И придумывала сама, поняла, что инопланетяне у меня получается лучше, чем просто люди. Высокое качество полиграфии, яркие иллюстрации и сами сказки должны завлечь и маленьких, и взрослых читателей, уверен автор. Кроме того, он предлагает родителям читать книгу своим сыновьям и изменять имя главного героя на имя собственного ребёнка. Тогда дети почувствуют себя реальными героями и окунутся в сказочный мир приключений.